Наш музей – место не то, что удивительное, а вообще просто потрясающее. Я вот чем дольше работаю, тем больше понимаю совершенно невероятные чудеса, которые здесь есть. И самое главное, что их хватит не только, их столько, что хватит не только, скажем, на мое поколение, на поколение моих учеников, но, я думаю, еще точно совершенно на несколько поколений дальше. Не говоря уже о том, что каждый предмет бесконечен в своем описании, но даже самый первый, самый сладкий, самый классный слой – взять невероятное много всего. Жизни, конечно, не хватит для того, чтобы поиграться во все это, но, тем не менее, конечно, есть в нашем собрании коллекции, вызывающие особый интерес. И таким относится, безусловно, коллекция привезена Николаем Гавилевым из Абиссинии, поскольку она очень близко связана с его творчеством. Прямо такая перекличка. Можно взять экспонаты, прочитать о нем в стихах. И, в общем, все это удивительно, и нам повезло, что мы были в Абиссинии несколько раз и проходили теми путями, которыми ходил Гумилев. В общем, это такая уже часть собственной жизни. Я очень рад, что наконец-то удалось издать большую книжку. Вот так она выглядит. Называется «Абиссинский колям» и посвящена исламу в Эфиопии. Я все-таки не африканист, я могу заниматься тем, чем знаю. А Николай Гумилев был человек книжный и привез из Харара, в первую очередь, из такой культурной столицы, эфиопского Петербурга. В некоторой степени исламского Петербурга привез замечательную коллекцию рукописей переплетов, переплетных принадлежностей. Причем вот такая совокупная, чтобы были не только рукописи, а все нужные для производства рукописи инструменты – это абсолютно уникально в этом плане собрания. Причем, скажем, и материалы, из которых сделаны, они удивительные, потому что там обычные штампы для того, чтобы украшать переплеты рукописи, делаются там металлические. Иногда из твердых пород дерева, а здесь из кож гиппопотамы, например, такая редкость. Короче говоря, масса всего интересного. И с точки зрения специалиста, вот такого узкого-узкого моего профиля, я там мог играться во всем. Вот я эту книжку написал, и отрываться мне от нее безумно не хотелось. Я так радовался, когда ее писал, это было настолько замечательно. Я вновь переживал всякие разные приключения, которые были, и удачи, и неудачи, и все. То есть я пока ее писал, я лет на 15 помолодел, вот прямо вот за этим столом. Я, в общем, пока писал, пережил очень радостные, радостные дни. И вот от этого драйва мне крайне не хотелось разрывать вот этот драйв, не хотелось. И слава Богу, что такая возможность предоставилась, потому что у нас есть в нашем музее еще одна коллекция. Ну, просто если имя Николая Гумилева знает каждый в России, будем так оптимистично считать, то вот имя, фамилию Сенегов, да, вряд ли кто-то сейчас, вряд ли эта фамилия что-то скажет кому-то, да. На самом деле этот человек был очень тесно связан с Николаем Гумилевым. У поэта есть стихотворение, датированное 1921 годом, называется «Моим читателем», где он перечислил четырех людей, очень важных для него. И один из этих людей, который он упоминает первым, старый бродяга в Одиссабебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. И Евгений Всеволодович Сенегов человек, конечно, потрясающий. Чем больше я занимаюсь, тем мне интереснее. И вот сейчас как раз вот самый пик работы. Значит, у нас Сенегов русский офицер, демократических убеждений. Не очень понятно, почему, скорее всего, сам, не будучи как бы сильно согласным тем, что происходит в стране, он отправился в страну черных христиан, в Эфиопию. Он был толстовцем по убеждениям, да, и есть разные такие косвенные данные, что он, в общем, хотел организовать какую-то там общину, с этим ничего не получилось. В результате получилось то, что он выучил местные языки, женился на местной девушке, стал носить местную одежду, жить в том доме, в котором жили они все, ходил босиком, объясняя, что на самом деле это намного правильнее и лучше. Получил звание. Да, шло, это был период, когда Менелик II, император Эфиопии, собирал страну. И одна провинция, южная провинция, Кафа, была завоевана. Там жили действительно как бы племена, которые очень серьезно отличались от тех, кто живет. От Амхаров, да, значит. Это были люди, жившие и сейчас живущие в долине реки Арома, очень иногда живущие, точно так же, как в Неолите, и что тогда, что сейчас, да. И вот этот край был покорен, и в армии, которая покоряла этот край, правым крылом этой армии командовал Сенеков. В результате он стал в некоторой степени эфиопским вельмужей. Но была еще одна история, был замечательный художник. У нас в концкамере хранится 59 его работ, 58 акварелей и одно полотно маслом. Я знаю, как минимум, еще о двух владельцах. Мне ищут сейчас три работы в Париже. И ищут мне потомков человека, которого звали Н.Н. Павлов, и который в 1950-х годах жил в городе Бешофту в Эфиопии. Вот у него тоже была коллекция. Я надеюсь, что мы забросили такой невод, и мы получим. Работы удивительные, очень интересные. Они очень разные. Во-первых, они невероятно этнографичные. Это в некоторой степени энциклопедия культуры. Там и жилища, и флора, и фауна, и представители местных племен. И так получилось, что я в 2010 году пообщался с потомками тех людей, которых рисовал Сенингов. Вот я у них купил как раз вот эти вещи. И столько энергии, столько движения в этих работах, что в них надо вглядываться. Вот это не то, что ты сразу смотришь и вау. Значит, здесь требуется, как бы сказать, какой-то период адаптации, чтобы ты, вот такая яркость, красок, такой динамизм, чтобы ты мог осознать. Даже, вот скажем, пейзаж, а где-то пейзаж с крадущимся человеком. Человек крадется маленьким внизу, но как только ты понимаешь, ты видишь этого крадущегося человека, пейзаж меняется. Вдруг меняется вся его тональность. И никто эти работы не описывал с искусствоведческой точки зрения, хотя это, безусловно, интересно. Сенингов много жил, на самом деле, рисуя. Он в самый первый сложный период, очевидно, его адаптации, он жил тем, что он был прекрасный рисователь, очень быстро схватывал сходство и писал портреты местных вельмуш, и, собственно говоря, так. Но он никогда, собственно говоря, не хотел стать... У него была, как у нескольких русских, сделавших в этот период карьеру в Эфиопии, а это первое десятилетие XX века, скажем так. Значит, у него была такая возможность, но он чересчур быстро стал Эфиопом. И уже для, как бы сказать, для эфиопского двора он чересчур стал, он уже был, как бы сказать, все равно, что к Петру Первому приехал бы француз, но который стал ходить в лаптях, и куда его на ассамблею приглашать. Короче говоря, работы эти живописные невероятно интересны, и мы их не просто публикуем, мы на каждую работу ищем контекст. Тексты, фотографии, рисунки, такая перекличка идет, это мы погрузились в эпоху, делаем эту книгу вместе с Валерией Семеновым, африканистом нашим. И есть еще частью этой коллекции и есть удивительный текст. Текст называется, текст посвящен охоте. Вот я сейчас хожу и спрашиваю всех подряд, какие ассоциации вызывают у людей слова африканская охота. Значит, вот на африканскую охоту говорят обычно все-таки люди, получившие образование, Гумилев. Значит, если я говорю сафари, говорят хемингуэй тут же. Да? Значит. А между тем, вот как раз в начале века очень достаточное количество русских отправлялось поохотиться в Восточную Африку. И у нас как минимум, как минимум, есть три текста, посвященные охоте, и все они невероятно разные. Первый текст, так и называется, значит, африканская охота, это текст Гумилева. второй текст был такой человек с абсолютно забытой, Владиславом Городецкой, архитектор, предприниматель, талантливый архитектор, значительная часть современного Киева, это его работа. и богатый, и страстный охотник. Он с двумя друзьями отправился поохотиться. Ну, в отличие, скажем, от Гумилева, им завтрак, где бы они ни были. Накрывали стол с белой скатертью, с салфетками, холодная там, зельтерская вода, значит, шампанское, то есть 150 человек-носильщиков, да, значит, все вот это, вся эта история. И он, вернувшись, он издал книгу, целую книгу, прекрасно иллюстрированную в таком арт-нуво, значит, которую, конечно, если уже погрузился в тему, как я, очень интересно читать, потому что вот написывает, что надо взять с собой, ну, там, помимо смокинга, значит, двухпиджачных пар, там, чего-то, 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 вот, дальше там вот такой гардероб, так, какое оружие надо взять на охоту. Гумилев, конечно же, путешествовал совсем не так, хотя путешествовал как белый человек, да, и его могли приглашать, его действительно он описывает охоту, когда эфиопский сановник его пригласил, устроил, такую загонную охоту для него, вот он все это описывает, и это, конечно, текст литературный, с массой реминисценций, которые потом этот текст откликается и в стихах, и в прозе, все это так, как всегда, у Гумилева многоэтажно, А вот текст Сенегова, он абсолютно другой. Дело в том, что Сенегов называли белый эфиоп, и эта рукопись, его, которая у нас хранится, она так и подписана, «Абиссинец Сенегов», значит, и описана охота глазами эфиопского пельможа, со всем ритуалом этой охоты, но вот я все-таки историк, этнограф, мне однозначно интересно читать Сенегова, там масса, текст очень живой, хотя там масса всего, вот он сидит и вспоминает Родину, например, смотря там на небо, вот, есть, вспоминает, как воевал, там рисует много в лесу, да, там вот масса есть таких отсылок, которые нам помогают, поскольку крохи архивных материалов, крохи, реально, и вот этот текст помогает нам все-таки понять, что это был за человек, очень важно, что вот все те три текста, которые я упомяну, все их авторы обязательно пишут о детских книгах, которые побудили их поехать в Африку, Майн Рид условный, да, хотя этот список очень-очень большой, и все это для этих взрослых дядь было игрой, как мы счастливы, на самом деле, я вот искренне сам убежал, мы счастливы, когда мы играем, и вот этот плеск счастья, который эти люди испытывали, который мы видим в этих текстах, да, вот он из детства, я сам, вот там, где сейчас большой кусок Васильевского острова, была, когда я был там, 10-летним мальчишкой, там была пустошь, был намытый кусок, у меня там была хижина сплетенная из веток, я туда приходил, я пек картошку, ел самовяленое мясо, и игрался в охотников, и я как бы вот то, что эти люди пишут, я книжки-то те же читал, значит, поэтому, по большому счету, для меня это вот такой глоток и моего детства, но мы все знаем, чем игра, тем круче, чем больше ты погружаешься в образ, если ты рыцарь-то ты, понимаешь, рыцарь, да, если ты, красавица, я не знаю, средневековая, то ты вот вся из себя, значит, красавица, все, чем больше ты перевоплощаешься, тем тебе интереснее играть, так вот, степень перевоплощения Сенегова абсолютно невероятная, то есть, вот он, есть такой термин этнографический, называется включенное наблюдение, этнографическое погружение, когда ты живешь и наблюдаешь, и вот он на самом деле вот этот текст, это текст, написанный по-русски, русским человеком, который осознает, что он русский человек, но у него уже даже как бы двойная идентичность, если хотите, насколько это все глубоко. Значит, Сенегов, услышав, что у нас революция, двинулся участвовать в строительстве нового мира, добирался два года, в 21-м году попал в Москву, написал большое письмо Чичерину, значит, где предложил свои услуги, которые никому оказались не нужны. Более того, его посадили, арестовали, посадили в тюрьму, правда, ненадолго, на две недели. Он успел прочесть какую-то публичную лекцию в Москве, дальше исчез. Смог ли он вернуться, что произошло там, выбраться из страны было, в общем, в те времена. С одной стороны, может, проще, чем сейчас, но с другой стороны, тоже не очень просто. Как бы там ни было, в середине 30-х годов к нам в музей пришла женщина, представившаяся его женой. И часть вот этих работ, которые у нас есть, она подарила, и она подарила вот этот вот его музей, его дневник. так что вот судьбу его дальнейшую мы не знаем. А для меня это еще очень важная история, потому что советский журналист в 1979 году оказался на границе Эфиопии и Кении. Ему француз показал деревушку, такое местечко под названием Лакеначи, показал вот здесь вот дом, а в этом доме жил русский художник, и там были русские книги, и нашли они русские книги, значит, на которых было написано Сенигов, и там как раз этот француз купил несколько своих работ, я поехал искать в 2010 году этот дом, этот городок, он был на карте Google, а у меня был спутниковый телефон, в те годы это вообще супер гаджет, я, значит, был такой крутой, игрался, значит, он позиционировал мое место, дочка следила онлайн за моими перемещениями, потому что там, в общем, такой треугольник границ Кении, Эфиопии и Судана, они самые безопасные места, все было совершенно замечательно, пока не выяснилось, что в этой части Эфиопии, даже в гостиницах нет электричества, и как бы весь этот мой гаджет супер навороченный превратился просто в грузик, вот, и дальше мы пытаемся найти этот город, его никто не знает вообще, значит, потом, наконец, какой-то одноногий дедушка, значит, говорит, я покажу, садится куда-то, мы едем, едем, подхватываем голову эфиопского пограничника, куда-то опять едем, попадаем в плен кенийским пограничникам, дальше кенийцы говорят, ну, хорошо, со мной был атэшэ по культуре нашего посольства, который на Суахиле хорошо, говорит, предъявил паспортину краснокожую, правильно, значит, и пограничники эти кенийские говорят, что, вы знаете, вот в 10 километрах есть здесь база западных ученых, если вот этот наш коллега эфиопский оставит Калашникова, то езжайте туда, только до вечера надо вернуться. Мы туда съездили, я помылся, подключился, значит, нас покормили, выяснилось, что нет этого города, его смыл, его смыла река. И последнее, что я смог сделать, но у меня уже заработал, значит, телефон, и можно было определить место, где мы приехали на место этого, значит, городка, там такая вот болота. Я взобрался на крышу, чтобы показать, но я был, ребята, вот здесь, значит, на крышу с джипа поснимал, что увидел вокруг, ничего не увидел, в общем, очень расстроенный, но когда меня мой водитель спросил, чего такой расстроенный, я вот ему все рассказал, сказал, что вот еще умилев встречался с карликами, людоедами, которых нет, он говорит, а как нет? и дальше началось новое приключение. В общем, короче говоря, я продолжаю жить всеми этими историями, и не только историями 2010-го, 2008-2010-го года, когда мы там были, а и историями моего детства в том числе, потому что я тоже играюсь, теперь играюсь вот в то, что пишу вот эти книжки, погружаясь в этот удивительный, потрясающий, невероятный мир, а сейчас в Ефиопии, к сожалению, там война, и вот так, как мы ездили, конечно, сейчас там легко и свободно, при любых всяких возможностях уже так не поедешь.